Йо-йо-йо, здорово, чёрт подери, с вами Димон Масл, и это очень бомбёжное видео. Обычно я не выражаюсь, но сегодня буду выражаться много матом, да, чёрт подери, потому что вы меня утомили. Так что, кого это не устраивает, сразу, пожалуйста, отключайтесь. Более того, для адекватных подписчиков есть бесплатный телеграмм, внизу, под каждым видео на него ссылочка. Там даже есть ссылочка на авито, но не каждый может по ней перейти, почему-то она порой не работает, поэтому есть ещё одна ссылка в описании канала на авито. Телеграмм-ссылка точно работает. И для тех, кто хочет задать свой вопрос, вы просто берёте, пишете одним сообщением, чёткий свой вопрос, прикрепляете фотки, которые надо изучить, и всё, я изучаю и отдаю вам ответ. Кто-то поражает меня своей же тупостью, из таких меня очень бомбит. У меня уже много подписчиков, и мне пишет много людей, понимаете, очень много. И если каждый будет делать такую херню, меня на вас не хватит. И я нахер закрою телеграмм для бесплатных консультаций, даже для адекватных людей. И попомните мои слова. Бесплатному телеграмму осталось недолго, и вы мне там нахер не нужны, и там не канал, где я созываю подписчиков. И каждый из вас пишет просто мне лично в сообщение, чтобы узнать ответ на свой вопрос. У меня, как у человека, который более-менее разбирается в мобилках. Значит, пишет мне, брехун тупой Илья. Сначала отправил кружок с видеозаписью, которую я должен схуяли, блять, смотреть. Ладно, я ему говорю, я не буду смотреть твои кружочки, пишите текстом. И он пишет, про какие-то 120 тысяч рублей, это немалые деньги. Неприятно будет купить за эту цену копию, хоть и похожую на оригинал. Я уже сто раз говорил, что есть лизинг похожий оригинал, демки похожий оригинал, но копии вообще не похожи на оригинал. Как отличить Samsung S22 Ultra оригинал от копий? Я слышал, есть копия, которая очень сильно похожа на оригинал. Где ты, блять, это слышал? Где ты это слышал? Кто это сказал тебе? Какой тупой брехун. Нету копий, похожих на оригинал. Запомните это раз и навсегда. Все копии ущербно-позорного качества. Заглушками вместо камер и зубом 4х вместо сотки. Я ему скинул свое видео, которое выходило пару дней назад на канале до этого момента. Неужели сложно было его посмотреть, прежде чем писать мне в сообщение? Ладно, хер с тобой. Коли ты мне пишешь, наверное, ты мне доверяешь. Поэтому я говорю, лучше купи у меня и не морочь голову тогда. А что все-таки лучше взять, Snapdragon или Exynos? Ну если я снимал два видео по полчаса, и даже после них ты не понял мои мысли на этот счет, так нахера еще раз меня спрашивать? Либо смотри видео и разбирайся сам, где уже все по полочкам разжевано. Либо, нахер, свали с дороги и нехер меня вообще спрашивать, если ты меня не понимаешь. Сколько у меня стоит? Пишу, стоит 85 тысяч. Если бы оплата была при получении, то взял бы. Ну хорошо, авито доставкой заказывай и будь при получении, правильно же? Ведь там товар в пункте выдачи, денег я не получаю, пока ты его 15 минут не проверишь и не заберешь. И тогда мне придут деньги. Да иди нахуй, гонишь что ли? Да ты иди в пизду, блядь, написал мне, потратил мое время, я приложил самый безопасный вариант для покупателя, и ты меня послал нахуй? Ты че, блядь, совсем ебнутый, просто пиздец. Вдруг это китайский, ты шо вообще не внушаешь доверия как-то, грубый какой-то. Я тебе, блядь, ни слова еще не сказал. Ты меня матом послал за то, что я предложил тебе телефон по хорошей цене. Ты, блядь, ебанутый, не говоря уже о том, что, видите, это ультра, да? Вот я ее продаю у себя в профиле, видите? И какой еще продавец будет готов вот так с ней пойти просто? Дойти до ванны. Вы посмотрите на ее e-mail, запомните, что она у меня продается, это именно она. Взять вот так вот, включить воду, засунуть телефон под воду, вот так помочить везде, в щели воды нагнать. Готовы так сделать другие продавцы или нет, я вас спрашиваю. О-о-о, я-то знаю, что нихера, блядь, они не готовы. Потому что каждый из них, большинство из них, продают китайский, нет, не китайский, не китайский, окей. Просто восстановленный хлам, у которого щели по корпусу, пускай даже херово видны, но они пропускают воду, и о никакой влагозащите там не идет речь. И когда вы попросите сделать что-то подобное с этим телефоном, который они продают, каждый из них вам скажет, ой, я не знаю, все равно это рискованно, я не буду этого делать. А Димон Масл будет, и после этого ты еще ебешь мне мозги. Да пошел ты сам, нахуй, придурок, блядь. Посылает. Я такой, пиздец ты, я порой в шоке своих подписчиков, жди на ютубе. И заблокировал его нахер. Мало этого, он меня, блядь, вконтакте нашел, вы представляете? Иван Иванов, бро, нахуй ты меня в че скинул, потому что с пиздоболами у меня нет желания общаться, тратит на вас не секунды своего времени, и после этого сообщения я тебя и вконтакте заблокировал, придурок, блин. Продаю айфон 14 на самой старте продаж, мой знакомый их привозил из Дубая, билет туда-сюда стоил 100 косарей, и соответственно и айфоны с бешеной наценкой, за счет того, что продаются в первый день старта продаж, по 150 косарей за айфон, хотя закупочная цена 1080 на наши деньги. И знаете что, пишет, что мой подписчик, есть ли возможность купить у вас телефон в рассрочку. Ты не подписчик, ты брехун, вонючий, нахера тебе айфон в рассрочку, в первый день продаж, у тебя даже нет на него денег, в десятый день продаж, когда цена упадет вдвое, а ты хочешь купить в первый, переплатив за него 60 тысяч, и выплачивать мне это сколько, 10 лет? Звучит как бред, парень. Продается китайская копия S22 Ultra за 15 тысяч рублей. Видно, что фронталка убогого серого качества, видно большие рамки по углам телефона, чего, разумеется, нет в оригинале, как видите. И, конечно же, кстати, эта Ultra у меня продается, вы можете увидеть ее в объявлениях. И, конечно же, мне абсолютно не жалко тупых придурков, которые хотят купить Ultra, которая в магазине стоит 150 за 15. Вот если есть китайский телефон на Авито, такого же убогого качества, который будет по 50-60 тысяч рублей, тот человек, который ее купит, наверное, мне будет его немного жалко. Во-первых, потому что он потратил до хера денег, во-вторых, покупая телефон за 60, ты все-таки надеешься купить что-то оригинальное. Но, тем не менее, этой Людмиле было три отзыва на пять звезд, и она продавала его тут за 29, тут за 15, хер ее поймешь. В любом случае не пишет, что это копия. Но потом ей написали отзыв. А отзыв был с следующего содержания. Продает реплику под видом оригинала, попросил видео, сказали до свидания. Да ты, Егор, тупой придурок. Если ты хочешь купить оригинал за 15 тысяч рублей, и мне было бы абсолютно не жалко, если бы ты его купил. Нахер тут писать свой отзыв, что предупредить других таких же тупых, которые не понимают, что за 15 тысяч не будет оригинала? Сборище идиотов на Авито. Просто жесть. А как вам вот это? Ну это же просто пиздец. Можно ли перепрошить телефон S10e на версию американскую на одну симку, да? На гонконгскую по две симки. Можно ли это сделать или нет? Очень хочется две, а там всего одна. Так и покупай телефон на две. Может помочь с этим вопросом? Хотим купить и перепрошить 3-4 телефона, если есть такая возможность. У меня нет ни одного S10e в объявлениях, потому что они все уже нахер убитые или восстановленные. Нет уже недалеко идеальных S10e. А хламом я не занимаюсь. Можно просто изучить мой профиль, чтобы понять, что у меня такого нету. Я ему отвечаю в этом голосовом, что это звучит так же тупо, как, например, машину взять, одноместную, и перепрошить ей прошивку, и она станет двухместной. Ну это же плату, менять надо, ну очевидно. На Exynos перепрошивают из одной сим в две симки. И скорее на версию F в Global. И скидывают мне ссылку, где это делают. Блядь, ну пиздец просто. Знаете, где это делают? Блядь, какой-то сайт просто, где нихера нет ни слова ни на русском, ни на английском. Вот здесь, блядь, типа это делают. Ну это же пиздец. Ну едь туда, я не знаю, где это вообще. Во Вьетнаме, или чей-то вообще сайт. Это, блядь, хер пойми, что тут. Нихера непонятно, что произошло. Пару просто фоток, на основании которых сделают выводы только придурок. И уж если бы это реально работало, то уж поверьте, сейчас, когда корейских телефонов возят пипец, как дофига, было бы дохера таких мастеров в Москве. И в любом случае, я про это первый раз в жизни слышу, если это вычитал на каком-то вьетнамском форуме, так и задавайте вопросы им. Нахер ко мне с этим в личку лезть. Пипец. Здравствуйте, как можно подписать имей на S21 демо? Ну я ж говорил, снимал видео про демки. Кстати, сейчас уже все демки прошиваются с любого загрузчика без вскрытия. Все 21 поколение, фолды, третий, 22, ультра, все прошивается сейчас как угодно. Но только официально все 21, 22 поколение, но прошивается и без вскрытия. Я же сто раз говорил, что я этим не занимаюсь. И это и вопросы к мастеру. Он такой, цены, удаленная оплата после проверки. Да я ж сказал, что я не мастер, блин. А вот этот человек, посмотрите. Вот тоже, вот вы подписчики, да, вот вы хотите узнать свой вопрос. Вы задаете мне кучу вопросов, при этом вы у меня не хотите покупать. Вы просто тратите мое время на то, что не принесет мне ни прибыли, ни ничего. 10 тысяч вопросов, 10 тысяч рассказов, которые мне вообще не интересны. Я для вас ютубер, вы меня уже хорошо знаете, вы меня запомнили, вы знаете мой голос. Вы для меня левые чуваки из интернета, на которых мне насрать. Я готов вам помочь по доброй воле, но помочь быстро, а не вот это вот все, блядь, вычитывать. Но это же пиздец, если каждый будет так писать. Как ты рассказываешь придуркам, которые продают копии, о том, как ты их наказываешь и палишь. Да таких миллиард придурков на Авито им вообще посрать. И мне на них посрать, и мне и на тебя посрать. И на все это, то, что ты им пишешь. А ты мне это скидываешь, как за 70 тысяч продают китайские копии с белой надписью на черной крышке. Да мне похер на все это, нахер мне это надо. Я только из вежливости отвечаю вам, люди, одумайтесь. А вот эти истории, ну вы реально думаете, что я буду читать километровые тексты? Мне же посрать на все это. Мне пишет по 380 человек в день в телеграме, ну окей, по 200. И если каждый будет мне писать этот бред, это просто, ну нахера мне это. Я жду адекватных вопросов. Скажи, пожалуйста, какую версию лучше брать Самсунга на Снэпе, чтобы не прогореть? Я коротко и ясно даю ответ. С908Е. Все, я четко дал ответ, делай, как я сказал. А он европейский? Или европейский лучше не брать? Скажи, пожалуйста, это Корея. То есть на один вопрос даешь четкий ответ, тебе еще 10 вопросов напишут. Ну нужна уже платная консультация, чтобы на все это отвечать. И то я кратенько даю ответы даже таким людям, понимаете? И кратко даю, и рассказываю, ну хотя бы когда есть какие-то конкретные вопросы, я даже голосовые на него выделил. Но не так, что вы пишете обо что. Типа вот, есть вопрос, есть ответ. Все, до свидания. Вот так мне нравится общаться. Вот это, блять, что? Я тебя не знаю в жизни, не видел. Ты мне отправляешь какого-то кота лежачего. Ну шо мне на это ответить? Тоже кота тебе отправить, а потом ждать вопроса, да? И в итоге два пелика вместо одного. В одном сообщении напиши вопрос, и все. Далее. Вот, например, кто спрашивает те вопросы, которые уже были на канале, вот сравнение Фолл 3 с 22 ультра по камере, ну было же видео. Смотри видео, потом пиши, если останутся вопросы, уверенных не останется. Подскажите, пожалуйста, на что обращать внимание при покупке? Ну было же два видоса по 40 минут по полной проверке телефона. Ну было же миллион разоблачений брехунов. Что еще надо сказать? Ты не мог впитать информацию из видео? Еще раз повторять, не буду. Например, человек хочет купить телефон, он мне скидывает объявление. Я быстренько смотрю. Он мне скидывает, что нету имей на задней крышке. Я говорю, это Гонконг, все, версия единственная с исключением, что там нет действительно имей на задней крышке, так должно быть. Все, я ему четко ответил, он четко получил ответ. Вот такие консультации меня устраивают. Вот, видите, поздоровался, все объяснил, сразу скинул ссылочку, дает мне посмотреть, я сразу даю ответ, и все, мы разошлись. И прекрасно, вот, сразу скидывает фотки, скидывает ситуацию, я смотрю, изучаю, объясняю, все, сразу все отказал, все прекрасно. Четко пишите вопрос в первом сообщении вместе со тем, что здороваетесь, и я вам дам ответ. Вот, скидывает объявление человек, все сразу спрашивает. Я скажу так, корейцы, я сразу объясняю, это корейцы, надусим карту, это так, ля-ля-ля, тополя, смотрите, то-се, то-се, спасибо за консультацию, все. И мы разошлись, и все довольны, понимаете? Короче, думайте о том, что мне пишите в Телеграме. Я тоже живой человек, у меня тоже есть свое личное время, и когда мне звонят в Телеграм, по номеру телефона, который я не давал, где-то находят, меня это очень бесит. Особенно, когда мне это звонят в рабочее время. Еще один момент, показываю вам, значит, смотрите. Торг возможен, так, договариваемся, 120 он бы забрал, я говорю, нет, 120 не отдам, 125 отдам. Окей, 8 вечера, все, договорились, ля-ля, тополя, типа, все хочет купить, смогу днем выставить, давайте вас в районе обеда наберу. И со вчерашнего дня ни одного, блять, больше сообщения. И сегодня я должен, как дурак, в 16.30 писать, что я тогда все-таки тебя не жду, потому что я как бы под него планы подстраивал, вроде мы договорились, вроде серьезный человек, который покупает фолт, солидный джентльмен, оказался вонючий брехун, который даже не может сообщить о том, что у него планы поменялись. И вот таких хитрых людей, как Василий, пускай он даже мой подписчик, он будет смотреть это видео, я тоже не люблю. Потому что сначала у меня продается телефон за 60 тысяч, он хочет скидку за 50, я говорю, окей, и потом начинается. То есть уже что после этого должно следовать? Ой, за 50, да, все, договорились, все, хорошо, я забираю, меня цена устраивает. А раз не устраивает, так нахер было сразу это писать и только тратить мое время. Потом начинаются сказки про айфон, разодорил его фолт, хочется, это было еще 9 сентября. Потом он начинает консультироваться по другим объявлениям, потом еще по другим объявлениям. Потом спустя некоторое время он спрашивает, что лучше, второй или третий, я должен отвечать на эти вопросы, хотя он у меня все равно ничего брать не будет. На что обратить внимание? Но были же видео на канале по 40 минут, на что обращать внимание? Мне их пересказать здесь, запись текста сделать или что, конспект скинуть? Далее. Решил мне скинуть брехунов, видите, или чтобы я их разоблачал? Так я тебя разоблачаю, потому что ты тратишь мое время, ты у меня покупать ничего не собираешься, и уже больше 10 дней ты держишь со мной связь, непонятно ради чего, и спрашиваешь меня, где можно найти стилус. Ну где, блять, найти? В магазине или на авито? Где, блять, еще его найти? Там везде с чехлом, а он бестолковый, ты видел об этом говорил. Да, но только чехол со стилусом на авито будет стоить тысячи две-три, а в магазине один стилус стоит пять. Ну так ты же сам все это знаешь, и нахер ты мне это пишешь? Мне не насрать, по-твоему, на то, где ты купишь этот стилус? Да мне похер на твой фолт, который ты купил, не у меня, и похер на этот стилус. Как же бесит. Телефоны из Индии тоже совпадают, и мэй, и номера, но это же не оригинал, надо вьетнамский купить, прямо там написано было вот и все. Чего? Тупее бреда я не слышал. Здравствуйте, S21 Ultra хорошо ловит сеть на процессоре Snapdragon. А с хуя ли ему плохо ловить, если это флагман за 100 косарей прошлого года? У меня даже Galaxy S2 в Москве прекрасно ловит сеть, представь себе. Если не купишь операторский, то он и будет прекрасно ловить, или восстановленный. Любой оригинальный Samsung прекрасно ловит сеть. Вопросы задаются в Telegram, у меня нет времени читать каждый комментарий под видео, находить ваши вопросы, ради чего мне их находить, чтобы дать ответ. Нет, мне нечем этим заниматься. Ты же все равно не у меня покупаешь, правильно? Так с херами ли мне за тобой бегать, чтобы дать тебе ответ, вот так листать сотни комментариев? Пиши в Telegram, чтобы получить ответ. Только нормально, как я учил только что. И напоследок еще один брехун. Продаю Galaxy S21 Ultra. E-mail на задней крышке под штрих-кодом. И под наклейкой, разумеется, тоже есть E-mail, просто за наклейкой не видно знаков сертификации на задней крышке. Покажут, что телефон новый, и если E-mail нужен, то на последней фотке в объявлении он есть. Пишет, после ремонта какой-то или просто БУ? Я говорю, телефон практически новый, какой нахер ремонт, какое нахер БУ? Уж если у него был такой тупой вопрос, то, услышав такой ответ, ты должен бежать ко мне уже с деньгами, или тебе вообще неинтересно было объявление? Да я понимаю, просто на крышке нет E-mail у него, а это смутило. А ты не думаешь, что он есть под наклейкой? Ты примерно знаешь, в какой зоне он расположен? Ну подумай своей головой. Я хотел на лизинг по E-mail его проверить перед покупкой. Думает, что он самый умный, и что получив E-mail он проверит. Хотя он даже не видит, что в последней фотке на объявлении есть E-mail. Это, конечно, ужас. И на одну сим-карту? Естественно, на одну, если первой строчкой в объявлении написано, что на одну сим-карту. Спасибо, я, блядь, подумаю. Знаешь, лучше о чем подумай? О том, что как ты, блядь, по E-mail хочешь проверить на лизинг, корейский, блядь, телефон. На сайте Samsung Forward пробить. А ты в курсе, что этот сайт работает только с российскими Rostez трубками? А ты в курсе, что есть еще сайт запросто? А ты в курсе, что есть еще компания Самолет, которая выдает телефоны в лизинг? И если он в лизинге от самолета, разумеется, на сайте Forward он не пробьется, как лизинг. Потому что он в лизинге от другой компании. И их базы данных не связаны. Не говорю же о том, что все эти три компании работают с Rostez трубками, и лизинг корейского телефона нужно проверять далеко не так. А в жизни по администраторам устройства, черт подери. По сбросу до заводских настроек, по девайс сервисис и так далее. Они вот так вот, как ты говоришь. Звонит мне в Телеграм. Он вибрирует даже с отключенным звуком. Я говорю, пишите, я на работе. У вас есть Galaxy S10+, черный в идеале, и цена? С чего у меня будет 10+, черный в идеале и цена? Посмотри профиль, их там нету. И более того, это старая модель. С чего и быть в идеале, если это будет бэушный телефон? Он будет в идеале только если он будет с Алиэкспресса, соответственно, восстановленный. Хламом я не занимаюсь. Поэтому S10 у меня нет, только с 20 линейки. Работаю я только с 20 линейки. Запомните это. Вот это вот, ну что за пиздец. Привет. Взял бумбокс, где-то хер знает где, не держит 24 часа. А с хера ли он должен держать 24 часа, если столько он ни у кого, блядь, не продержит? Наверное, на громкости 10%, может и продержит, конечно. Но в любом случае, я-то здесь, причем эти вопросы к продавцу очевидны. Мне вообще насрать на этот бумбокс. Я вообще по Самсунгам специализируюсь. Причем здесь бумбокс? Дошли до времен, когда покупаешь телефон за 100 косарей. Можешь заработать на этот денег, но не можешь разобраться, как с ним пользоваться. Ну что за жесть. Как пользоваться S-Pen? Достал и пишешь. Какие фишки? Сто-кратный зум, все твои фишки. Обычный телефон со всеми обычными функциями. С вами перешел, пару недель попользуешься и привыкнешь. Что там пользоваться-то? Ну что-то я, может, сниму. Но кому это еще будет интересно, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, можно ли покупать данный телефон? Скидывает мне номер модели. Так я же его в жизни не видел. Даже фоток не видел. Даже коробки не видел. Можно ли покупать данный телефон? S22 в скобочках. Модель от S22 Ultra. Ладно. Я такой, да, без проблем. Но это потому, что модель все-таки бишка. Бишка это двухсимочная модель. Без ограничений в России. Если, конечно, он не в лизинге. Если, конечно, он не операторский. Если, конечно, он вообще не демка с этим серийником. Ну, в общем, в принципе, по модели, что я могу сказать? Ну, такой можно. Будет ли работать в РФ без прясок с губом? Ну, если это оригинальный, да, запечатанный телефон, то да-да-да, будет. Как отличить от подделки, если он запечатан в коробке? Ну, распечатать коробку, очевидно. Без оплаты открыть не получается. Но, знаешь, если ты покупаешь там, где сначала открывание, а потом деньги, ну, это твоя проблема, чувак. Но думать о том, что я как-то смогу тебя научить отличить копию от подделки рентгеновским зрением сквозь свой коробку, ну, это вообще жесть. По внешнему виду коробки. Да насрать мне на коробку. Их покупают и переклеивают пломбы на раз-два. Неужели это непонятно? Любому ежу это, по-моему, понятно. По коду производителя, какая страна продажа, не подскажете? Ну, это либо Европа, либо Казахстан, что-то такое. В любом случае для России то, что надо. На лизинг я могу пробить на коробке. Да и мы на коробке, может, вообще ничего общего с телефоном не иметь. И где ты будешь проверять? На сайте Samsung Forward? А компания запросто? А компания самолет? Знаешь о таких? Они тоже дают телефоны в лизинге. У них базы данных раздельные. Ну, короче, такие тупые вопросы. Ведь у меня все равно ничего не купят, а ему надо отвечать. Вот это очень бесит, если честно. Поэтому консультации скоро станут платными. Потому что это уже нет моего терпения, понимаете, и сил.